Высокая температура, озноб и слабость. Прямо с поезда эта женщина направилась в медицинский пункт железнодорожного вокзала. Две недели провела в Китае. Недомогание почувствовала сразу по возвращении. Такова легенда учений по противодействию коронавирусу, который провели медицинские работники в Уссурийске. Первое, что делает врач, надевает резиновые перчатки, обрабатывает пациентке руки антисептиком, выдает женщине двойную маску, измеряет температуру, отправляет в изолятор и вызывает скорую помощь. Сейчас главная задача – исключить или подтвердить коронавирус. Но самое главное – не дать инфекции проникнуть в город. Схема оповещения состоит в том, что мы обязательно информируем своего начальника, поликлиники, главного врача, инфекциониста, эпидемиолога, вызываем скорую помощь. Несмотря на то, что пациентка условная, так же, как и ситуация, действия всех специалистов и служб максимально реальны. В ожидании скорой врачи медпункта переодеваются в противочумные костюмы, помещение обрабатывают дезрастворами. Условная больная тем временем находится в изоляторе. Уровень подготовки наших врачей в железнодорожной больнице всегда на высоком и должном уровне, поэтому я считаю, что команда врачей в железнодорожной больнице очень справилась с этой задачей и всегда готова к действиям. Учение на железнодорожном вокзале организовала станция скорой помощи «Уссурийска». Главная задача этой практики – максимально отработать взаимодействие всех служб в случае завоза инфекции по железной дороге. Сегодня производится взаимодействие станции скорой медицинской помощи, железнодорожные больницы, в частности, медицинский пункт железнодорожного вокзала и Уссурийско-городская больница, инфекционный стационар. Врачи скорой также приезжают в медпункт в спецодежде. Пациентки еще раз измеряют температуру и перемещают в машину. В инфекционной больнице женщине предстоит провести две недели. За это время врачам придется найти всех людей, с которыми она контактировала после пересечения границы с Россией.